Традиционно красивое видео длиной в минуту. А сейчас рецепт от спонсора. Лапшу любят во многих странах мира, но для Южной Кореи это особенное блюдо. Повседневная еда, которая украшает и праздничный стол. Традиционно лапша символизирует длинную жизнь, поэтому подавать ее кому-то в день рождения значит желать человеку долголетия. Сегодня вместе с продуктами от Доширак это блюдо можно приготовить всего за несколько минут. В составе лапши-квисти много овощей, и каждый день можно выбирать новый вкус. Говядину, курицу, грибы, бекон, морепродукты. У повара Владимира Таблинцева есть свой оригинальный рецепт. Сначала кулинар обжаривает креветки, а дальше отправляет на сковородку кальмары, мидии, ракушки в бонголе и немного сливочного масла для вкуса. Следом заваривает квисти со вкусом морепродуктов, добавляет в горячую воду специи, пряности и лапшу. Накрывает крышкой и оставляет на 3-4 минуты. По лапше всегда можно понять, качественно использовалась мука или нет. Если лапша сохраняет форму и не рвется, значит мука была хорошая. Дальше Владимир нарезает морковь и лук-порей. Вешенки рвет на небольшие кусочки. Измельчает болгарский перец, имбирь, чеснок, перец чили, зеленый лук. Дальше быстро обжаривает овощи. Добавляет к ним кунжутное масло и соусы, терияки и соевый. Лапшу, бульон и прогревает пару минут. Остается только соединить в тарелке содержимое двух сковородок. Перед подачей наше блюдо мы можем украсить кунжутом, кориандром и лаймом. Получается красивое и вкусное блюдо в азиатском стиле. И что важно, готовится оно быстро и не очень сложно. В эфире «Еда живая и мертвая». Программа, в которой я, Сергей Малоземов, выясняю, что вредно, а что полезно. Козье молоко, сыр.